Здравствуйте! Вначале небольшое отступление. Я создал отдельный плейлист на канале под номинованием «Ракетные танки СССР». На момент выхода этого ролика, включая его, там уже 4 видео, периодически будут добавляться новые, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. В начале мая 1957 года вышло постановление Совета Министров СССР о создании новых танков, самоходных установок истребителей танков, противотанковых средств и управляемого реактивного вооружения для них. Данное решение дало толчок к созданию различных образцов военной техники и средств поражения боевых машин противника. В рамках этого постановления научные исследовательские и опытно-конструкторские работы получали обозначение тема и порядковый номер. Сегодня нас интересует тема номер 4 – тяжелый танк с реактивным вооружением. Главным конструктором был назначен Жозеф Яковлевич Котин, соответственно исполнителем выступал Ленинградский Кировский завод. Но не менее важное задание в рамках данной темы получил НИИ-48. Институт должен был разработать ПТРК «Саламандра». Именно этот противотанковый комплекс планировался к установке на новую машину. Получившую обозначение «Объект-282». Итак, что же собой представляла разрабатываемая ракета? Длина нового изделия составляла 1550 мм, размах крыльев 540 мм, боевая кумулятивная часть имела калибр 170 мм. Наведение ракеты «Саламандра» на цель осуществлялось с помощью полуавтоматической системы управления с передачей команд по радиоканалу. Система слежения за целью оптическая и радиолокационная. Максимальная дальность стрельбы составляла 3000 метров днем и 1000 метров ночью. Бронепробиваемость 500 мм. «Объект-282» разрабатывался на базе танка Т-10М. Конструкторы значительно переработали машину «Донор». В первую очередь они отказались от башни, укоротили ходовую часть на один каток, переделали внутреннюю компоновку, а также радикально переработали бронирование. На нем мне бы хотелось остановиться более подробно, так как без использования литого корпуса переменного профиля, например, как у «Объекта-279», а также без динамической защиты, «Объект-282» по праву можно считать одной из самых защищенных бронемашин конца 50-х годов 20 века. В лобовой части новой машины конструкторы отказались от щучьего носа, хотя в эскизных проработках рассматривали и его, и применили два сходящихся бронелиста. Толщина брони ВЛД составляла 150 мм, а расположена она была под углом наклона 64 градуса от вертикали, что давало примерно 342 мм приведенной брони. За лобовой деталью размещался топливный бак. Такая концепция была направлена на дополнительную защиту от кумулятивной струи, а также фугасно-бронебойных снарядов. Но и это еще не все. Перед отделением управления стояла дополнительная 30-мм бронеперегородка. Борта корпуса «Объекта-282» толщиной 60 мм имели угол наклона 50 градусов от вертикали в нижней части и 73 градуса в верхней части. Такое расположение давало неплохой показатель переведенной брони от 90 до 130 мм. Однако к верхней части бортов переваривались дополнительные полосы бронелистов толщиной 150 мм под наклоном. Сделано это было с целью дополнительной защиты боеукладки, к которой мы вернемся чуть позже. Что же касается защиты от мин, то и здесь конструкторы «Объекта-282» также не подвели. Информации по толщине брони в этом месте нет, но она была явно не меньше, чем у Т-10М, а это 16 мм. Дополнительно днище машины было сделано двойным, а расстояние между двумя горизонтальными плитами доходило до 5 см. Таким образом, лобовая часть объекта «Объекта-282» не пробивалась 122-мм бронебойным снарядом с начальной скоростью 1000 м в секунду и 85-мм кумулятивным снарядом в пределах курсовых углов ±45 градусов. Прибавьте еще к этому высоту в 2100 мм. Тут у многих может возникнуть вопрос, а зачем столь защищенная машина, когда можно было использовать любую картонную птуровозку? Все дело в том, что на дворе конец 50-х годов, заря разработки противотанковых управляемых средств поражения в СССР. Научно-исследовательские институты находятся в процессе активной работы и поисков. В технические задания постоянно вносятся корректировки, а промышленность только начинает осваивать выпуск нового вооружения. На данном этапе технического развития стрелять птуром сходу было нереально. Для выработки координат упреждения точки встречи ракеты с целью требовалась остановка боевой машины. В момент наведения ракеты на цель сам носитель оставался неподвижным на несколько секунд. Чтобы уменьшить шансы уничтожения отечественной бронетехники с новым вооружением в случае обнаружения, и была выбрана концепция тяжелобронированной машины. Корпус объекта 282 был разделен на три части. Как мы уже рассмотрели, в носовом отсеке находился топливный бак. Далее шло боевое отделение. В передней его части размещалось рабочее место механика водителя. За ним в низкой вращающейся и плоской башенке с подвесным полом располагалось рабочее место командира оператора вооружения, откуда он осуществлял наблюдение за полетом ракет и управление ими после выстрела. Традиционно в корме размещалось моторно-трансмиссионное отделение. В качестве силовой установки использовался форсированный двигатель В-12-7 мощностью 1000 л.с. Благодаря отсутствию башни вес объекта 282 составил 44 тонны, что позволяло разгонять машину до максимальной скорости в 55 км в час. Запас хода при этом составлял 500 км. По отношению к танку Т-10М были усовершенствованы жидкостно-эжекционная система охлаждения и система воздухоочистки. Ну а теперь переходим к вооружению. По изначальному проекту объекта 282 вдоль бортов предусматривалось размещение двух пусковых установок для управляемых ракет Саламандра, которые мы рассмотрели ранее. Для проведения выстрела они выдвигались вверх через люки, в походном положении убирались внутрь корпуса. Механизированная боеукладка барабанного типа располагалась в бортах, именно ее должны были прикрывать 150-мм дополнительные бронелисты. Информация по количеству данных ракет в разных источниках указана не одинаковая, от 20 до 25 ракет. Но с учетом длины Саламандры в 1550 мм, наиболее реальным мне кажется следующий вариант. Непосредственно под пусковыми установками находилось по барабану с четырьмя ракетами, плюс еще два дополнительных. Таким образом, на один борт приходилось 8 выстрелов, итого 16. Возможно, какое-то дополнительное количество ракет хранилось где-то в корпусе, но я сомневаюсь. Также отсутствуют информации по тому, как происходило перезаряжение. Скорее всего, 8 ракет в первой очереди использовали автоматику, а вот что было дальше вопрос. Должен ли был экипаж как-то менять барабаны вручную, или это происходило дистанционно неясно. Как бы то ни было, разработка управляемой ракеты ПТРК Саламандра так и не была доведена до опытного образца, а ее текущие характеристики не отвечали заданным требованиям. Поэтому в 1959 году выполнение этой оружейной темы было прекращено. В связи с отсутствием управляемой ракеты было принято решение все экспериментальные исследования по новой машине проводить с использованием неуправляемых турбореактивных снарядов ТРС-132 и ТРС-152. Именно в таком виде в том же 1959 году был воплощен в металле наш сегодняшний объект 282. Однако к обозначению добавилась буква Т. Новая машина получилась следующих размеров. Длина корпуса 7,2 метра, ширина 3,4, высота 2,1 метр, клиренс 460 миллиметров. Теперь разберемся с новым вооружением. На первый взгляд кажется, что две пусковые установки на один выстрел каждая с неуправляемыми турбореактивными снарядами на тяжело бронированной машине так себе идея. Не лучше ли было просто поставить направляющие от знаменитой Катюши? Но давайте держать в голове две вещи. Первая – это была вынужденная мера для продолжения разработки объекта 282Т, а вторая – более глубокая, которую мы рассмотрим подробнее. Проведенные исследования конструктивных схем пусковых установок, реактивных снарядов и механизмов заряжания показали, что их применение на танках позволяло вести огонь залпом с высоким темпом стрельбы, увеличить в полтора-два раза боекомплект по сравнению с боекомплектом пушки, уменьшить размеры и боевую массу машины. Научно-исследовательские работы, проведенные в начале 50-х, показали, что осколочно-фугасные снаряды больших калибров способны нанести технике существенные конструктивные разрушения и вывести из строя экипаж без пробития брони. Поэтому в конце 50-х годов для тяжелого, среднего и легкого танков были разработаны соответственно опытный турбореактивный НУР с калибром 132 и 152 мм, у которых кучность боя была выше, чем у других неуправляемых реактивных снарядов. Турбореактивными назывались боеприпасы, у которых еще не было оперения для стабилизации, а устойчивость в полете придавала за счет их вращения вокруг продольной оси. Например, большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по установке таких снарядов в танках ПТ-76, Т-54, Т-10 и Объект-279 был приведен во ВНИИ-100, была спроектирована, изготовлена и прошла испытание стрельбой в полевых условиях автоматическая пусковая установка под ТРС-132 с осколочно-фугасной боевой частью, которую вы и видите на экране. Кстати, планировали создать и 152-мм версию, а вот теперь представьте это орудие на Объекте 282Т. Возвращаемся к нашей боевой машине. На момент воплощения Объекта 282Т в металле, НИИ-303 разработала систему синхронно-следящих приводов для дистанционного управления и наведения двух пусковых установок закрытого типа. В совокупности с системой дистанционного управления огнем Тополь это означало возможность атаки двух целей одновременно. Пусковые установки под новые боеприпасы также размещались по бортам в кормовой части Объекта 282Т для ТРС-132 слева и ТРС-152 справа. Их заряжание производилось с помощью специального досылателя. Подъем и вертикальное наведение пусковых установок осуществлялось гидроцилиндрами. Выстрелы по-прежнему размещались в механизированной боеукладке, но уже в количестве трех барабанов на один борт. На этот раз в одном барабане удалось разместить 8 ракет калибром 132 мм плюс 7 дополнительных, итого 31 штука. Боеукладка с другого борта вмещала 6 ракет в барабане калибром 152 мм плюс 5 дополнительных, итого 23 штуки. Что касается вспомогательного вооружения, то к установке планировался 7,62 мм пулемет Горюнова. Проведенные испытания Объекта 282Т показали сложность и недостаточную надежность системы управления огнем Тополь, однако они подтвердили возможность создания танка с управляемым оружием на более легкой базе. ОКТБ Кировского завода в том же 1959 году доработала свой проект, который получил обозначение Объект 282К. Во-первых, высота боевой машины снизилась и теперь составляла 1900 мм. Во-вторых, отказались от 152-мм пусковой установки на правом борте и теперь машина оснащалась двумя ПУ ТРС-132. Боеукладка составляла по 20 снарядов на борт. Дополнительно в корме конструкторы спроектировали пусковую установку для разрабатываемых ПТУР с боекомплектом на 9 пусков, предположительно с механизированной боеукладкой ленточного типа. Но время тяжелых танков подходило к концу, плюс неудачи системы управления огнем Тополь способствовали закрытию проекта Объект 282 и направлению всех сил на другие разработки. Скорее всего, машина была утилизирована и в данный момент ее можно наблюдать лишь на фотографиях. Но идеи, заложенные в первом тяжелом ракетном истребителе танков, не умерли. Например, мы их можем видеть в самоходном противотанковом ракетном комплексе Штурм-С и Хризантема. Спасибо, что досмотрели. На сегодня это все. Есть что добавить и справить, прошу в комментарии. Буду благодарен, если вы подпишетесь на канал и порекомендуете его друзьям и знакомым. Также заходите в группу ВКонтакте, оставляйте свои пожелания для следующих выпусков, которые обычно выходят в 19.00 по московскому времени. Удачи!